Дагестанские врачи продолжают борьбу с COVID-19 за жизнь каждого человека. В инфекционной больнице увеличилось количество пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением болезни. А в приемный покой все продолжают поступать жители республики с коронавирусом. Многие отделения уже перепрофилированы под ковидные госпитали, но мест по-прежнему не хватает. Наши корреспонденты прошли в красную зону и увидели все своими глазами. Слово Любави Масловой. Койки для пациентов в приемном покое инфекционной больницы стоят даже в коридоре. Здесь дожидаются оформления документов на госпитализацию, ослабленные болезнью люди. Им тяжело стоять и сидеть. Отделение работает в авральном режиме, ежедневно принимая до сотни пациентов с коронавирусом. Раньше, если мы могли говорить, что это лица с более старшего возраста, с сопутствующими заболеваниями, такими как гипертония, сахарный диабет, ожирение. А сейчас, к сожалению, это лица молодого возраста, дети, как вы можете наблюдать, дети раннего возраста. Они тоже, к сожалению, болеют этой инфекцией. Тех, кто уже не может дышать самостоятельно, немедленно направляют в реанимацию. Там больных подключают к аппаратам ИВЛ и экстренно начинают лечение. Пока медикаментов и оборудования хватает на всех. Коронавирус не отступает. В Дагестане третья волна опасного заболевания. В реанимационном отделении, рассчитанном на 12 человек, сейчас лечение проходит 23 пациента. Все они в крайне тяжелом состоянии. Причем, если раньше сюда поступали возрастные люди, то сейчас среди заболевших очень много молодых граждан. Степень поражения легких у пациентов доходит до 95%. У этой девушки поражено, например, 70. Несмотря на молодой возраст и отсутствие сопутствующих заболеваний. Пациентке 31 год, она поступила к нам в отделение. С ухудшением состояния ее перевели в реанимацию. Объем поражения был более 70%. Сейчас эта пациентка также крайне тяжелая, на неинвазивной респираторной поддержке. Сотрация сейчас в пределах 93. Оксана готовится к выписке из реанимации. Больше недели врачи отчаянно боролись за ее жизнь. Медики обещают, совсем скоро она сможет вздохнуть сама, полной грудью. У нас просто внуки болели. И мы их лечением занимались, в клинику выезжали. Может быть, вот так только. А так, ни свадеб, ни похорон, ничего не было. То есть массово? Нет, абсолютно. Я не посвящаю, я диабетик. Поэтому себя беречь пыталась. Те, чьи состояние удалось стабилизировать, обретая вновь способность говорить. В первую очередь, благодарят врачей за спасение. Огромное спасибо, Илья, большое спасибо, что вот такие они, настоящие медики, медики от Бога. В таком состоянии я пришел, сейчас такое, разная вещь. Благодарность большая от нас. Ну, пневмония, и потом сказали, что этот, ковидь. Вот тебе сколько-нибудь. Еще лучше. Хвалу, Аллаху. Они работают больше, чем могут. Это не просто слова. Я здесь лежу, уже лежу за две недели. Ох, все, не надо расстраиваться, развертать. Во втором крыле реанимационного отделения планировался ремонт. Но из-за резкой вспышки заболевания койки пришлось развернуть и там. Есть некоторые пациенты, которые на неинвазивной респираторной поддержке, есть на ИВЛ пациенты. Ну, пациенты все очень тяжелые. Если сравнивать с прошлым годом, я работаю с самого начала, сейчас пациенты намного тяжелее. Под ковидный госпиталь с 3 июля перепрофилировали и республиканскую офтальмологическую больницу. Лечение там проходят пациенты с легкой и средней тяжестью заболевания. Многие жалуются, что у них нет динамики. Они хотят, чтобы уже за пару дней вылечиться от коронавируса. Но болезнь протекает в среднем 26 дней. Поэтому надо набраться терпения и слушаться докторов. На сегодняшний день все пациенты офтальмологической больницы выписаны или перенаправлены на лечение в Каспийск. В больнице врачи борются с коронавирусом за жизнью около сотни человек. Но мест для всех не хватает. В ближайшие дни здесь развернут еще 80 коек для пациентов с COVID-19. Любовь Маслова, Ибрагим Магомедов, Тимур Лямаев. Время новостей.